а вы слава иисусу слава господу я верю то что мы учимся здесь истине чтобы собирать для себя в себе внутри себя вот это слово складывать в своем сердце эту истину которая должна ну как правильно сказать управлять нами нашими действиями нашими поступками это не всегда легко потому что мы каждый носим в своей жизни огромнейший опыт колоссальный своей жизни и часто наш опыт наше понимание они противоречат тому что говорит писание и вот этот это знаете это не состыковка нам нужно с ними разбираться и проще всего мы это не делаем мы просто соглашаемся с тем что говорит истина да в этом есть сильное зерно но мы ничего не сделали чтобы отменить все то понимание которое у нас было доселе и она получается как бы своего рода вот эта истина накладывается сверху на то что у нас было но писание говорит что нам нужно замещать и то что у нас есть сознание на то что говорит слову то есть обновить свое мышление в соответствии с волей божией то есть соответствии с тем что писание говорит по этому поводу вот здесь ну как бы вот этот труд который мы должны выполнять и это наша прямая ответственность но как бы шерстить наш разум сознание эту часть нашей души почему потому что о чем бы мы ни говорили у нас есть масса вот этих прописанных файлов в нашем разуме которые мы сразу моментально вдоль и какой-то секунды они поднимаются как носители информации на которую мы опираемся все то что мы поднимаем время от времени она является как бы свежо в нашей памяти и то чем мы пользуемся чаще всего в нашей жизни она пропекается но как ученые называют это в нашем мозгу то есть это уже касается тело такие узелки памяти то есть белок нашего мозга запекает вот эту составляющую носитель информации и тогда уже на уровне автоматики подсознанием мы делаем то чему мы приучили себя и большинство из вас вы были на семинарах каролин лиф здесь и читали ее книги и мы побуждаем вас но это нелегко читать ее книги но они помогают разобраться со многими вещами для для того чтобы понимать как как устроен как работать но с научную точку зрения над своим мозгом через обновление сознания как можно сделать это перезагруз себя на новую истину и она предлагает эти три упр ну как бы три раза подход по 21 день всего какие-то 7 минут в день потратили на то чтобы насадить в себя новую истину делать это три раза по 21 день и вы увидите как произошла перезагрузка но делайте это осознанно и делать это с молитвой перед богом и вы будете видеть как ну ценности будут меня конечно же вот почему я говорю трудно потому что мы хотим чтобы пришли к богу и вот то что мы часто делаем неправильно мы говорим господи обнови мое мышление господи перезагрузимый разум и нам лучше там ну помолиться полчаса времени просить его укатать его и вместо того чтобы начать заниматься этим но вы знаете что просить бога обновить твой разум это одна из бесполезных молитв которые мы часто говорим потому что это то что бог повелел тебе делать а если бог повелел тебе это делать то не надо переваливать это на бога потому что он сказал тебе это делать и вы знаете что у нас мы учим о том что есть две бесполезных молитвы которые есть их больше но две самых распространенных которые присутствуют церкви это просить бога сделать то что он сказал нам делать и 2 бестолковая молитва который бог тоже на нее не будет отвечать это просить бога сделать то что он уже сделал и на одну вторую молитву бог не будет отвечать поэтому вот здесь обновление нашего ума она построена на твоей работе на твоем посвящении вот почему мы это делаем ну как бы среду за средой воскресенье за воскресеньем мы говорим слово истины это не только для того чтобы ты ну как бы ухватился за это слово искал да я соглашаюсь или принимая это слово но это то для того чтобы ты начал размышлять над этим словом чтобы оно стало твоим еще раз оно должно стать твоим словом ну я часто говорю это на лидерских разных встречах наших для служителей и не только для служителей для ну я считаю что каждый человек который ждем свыше должен прийти в служение но я говорю есть простой тест когда люди ну как бы лидеры которые принимают видение которые пытаются распространять его дальше они ну скажем просто сами того не замечая они говорят вот это видение нашей церкви или это то что пастор сказал разница огромная пока это то что нужно сделать потому что это стал пастор и его ну как бы команда это еще не моё но тогда когда я принимаю участие в этом я варю себя в этом слове и я прихожу к моменту когда я говорю эту часть нашей жизни это наше видение вы понимаете вот вот где разница огромная разница вот пока это слово которое бог говорит я соглашаюсь с этим словом классно пастор проповедуешь аллилуйя все хорошо но это должно стать словом который есть внутри тебя то есть это моё слово я принял его я столько много принял этого слова что теперь я не вижу разницы это моё слово моё обито обещание от бога это то что бог пообещал мне я хожу в этом слове это а это слово управляет моим мышлением это слово управляет моими реакциями это слово определяет форму моего поведения вот как только я прихожу к этому моменту моя жизнь вот уже начинает трансформироваться просто когда я услышу слово я реагирую на слово с этим все нормально но этого недостаточно для того чтобы происходило трансформации вот почему люди ходят но десятилетиями в церковь а в их жизни ничего не меняется все перемены которые произошли в жизни были в самом начале христианского пути почему потому что тогда происходило перезагрузка и тогда их файлы заменялись на божью истину а потом дальше они не пустили это слово работать над их жизнью они начали принимать слово как форму жизни как стандарт как философию жизни как выбор который мы выбираем и и не больше и это то что затормозило большинство людей и то что мы ну как бы это не новое это не не в сегодняшний день началась вот это знаете замедление духовного роста это было еще в одни ну павла он пишет там дважды и в посланник коринфянам и он говорит это посланник евреям как мы понимаем это его авторство этого послания он говорит по времени вам надлежало быть уже учителями а вы все еще продолжаетесь питаться молоком они твердой пищи и вот это в этом есть беда что христианство становится вечно учащимися и которые не могут прийти к познанию истины и нам нужно просто возвращать себя искать до истина божья есть в завершенной работе иисуса христа если иисус это сделал на кресте я соединяюсь с этой победой я буду ходить в этой победе я буду исповедовать эту победу пока она не становится частью меня самого и когда эта победа есть часть меня самого я уже живу их чтобы не произошло чтобы не случилось как бы там дьявол не пытался меня атаковать я знаю что вам не есть это слово и она поднимается и это слово противостоит любой любой ситуации которая есть это как доводится до автоматизма внутри тебя когда это слово становится твоим потому что он говорит возьмите меч духа который из слова божья чтобы вы могли знаете совершать это наступление и мне нравится вот когда вы читаете там 30 сильных давида и потом от 3 сильных давида и об одном из них написано что он целый день сражался с филистимлянами и рука его прикипела к рукоятке меча из-за крови которая засохла знаете вот я где-то так представляю вот христианина который берет слову и он срастается словом и уже и он не может отпустить это слово потому что рука его уже прилипла он соку много наступал уже на силу вражью через слово божье что это как бы нет уже разницы скажем это рука это слово которое есть меч духа она как бы продолжение его руки продолжение его жизни это как он сам вот 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 в эта картина должна вас преследовать то есть вы должны ну не просто ну да классно я соглашаюсь вот эта доктрина вот она мне нравится вот о праведности о вере о благодати это все так классно нет а это тоже не рабочая модель до тех пор пока это не становится частью тебя вот о чем мы говорим ты должен прийти к моменту когда нет нужды чтобы кто-то тебя учил потому что сам дух который несет тебе откровение он наставляет тебя он ведет тебя и ты приходишь уже в собрание святых не для того чтобы что-то услышать новое а для того чтобы утверждать свой дух в поклонении богу чтобы поклониться и превознести господа потому что ты соединяешься с такими же людьми и когда ты соединяешься с такими же людьми которые соединены со словом божьим ты просто усиливаешь но как бы знаете это как аккумулировать вместе вот много людей помазанных они собираясь вместе они аккумулируют божью славу они являют это сияние божьей славы вот зачем нам нужно но вот как бы видеть цель зачем нам нужны собрание почему потому что вот мы собираемся не для того чтобы нам кто-то там мозги и вставил но на старте нам нужно когда мы учимся писать нам нужен учитель который скажет вот эту буква а это б и так дальше и вот писать ее нужно вот так и какое-то время нас ведут для того чтобы научиться писать читать находить какие-то ответы но послушайте когда ты уже идешь даже в институт если ты не захочешь там сам учиться тебя преподаватель уже ничему там не научит вы понимаете если ты в жизни после института не захочешь сам учиться тебе тебя только как говорят жизнь научит палкой ломом и так дальше поэтому весь вопрос так же само в церкви тебя никто не научит если ты не разрешишь духу святому корректировать тебя прямо изнутри а когда ты научишься понимать от духа святого то ты будешь прибегать церковь только для того чтобы вот аккумулировать вот мне бог говорил об этом я слышу это но я скажу тысячи раз за свое служение когда люди говорят мне вот вчера вечером я думал об этом вот я думал и как будто бы ты сидел рядом эти все мысли переписал и ты проповедовал сегодня об этом большинство из вас пережил это в своей жизни что почему потому что тот же самый дух который говорит ко мне он говорит к вам нет у нас разного духа один и тот же дух который учит меня он учит и тебя и и нет нужды просто тебе приходя в церковь слыша подобное слово ты должен включить себя сказать вау бог мне говорил вот способ через который бог ко мне говорит вот как бог меня направляет и я должен этому больше уделять внимание теперь когда мы собираемся все под воздействием этих откровений мы аккумулируем вместе огромнейшую силу божью вот это есть экклезия то есть церковь собрания верующих которые аккумулируют веру которые аккумулируют исповедание которые аккумулируют вот эту силу божью которая будет сверхъестественно продвигать все то что есть вокруг нас во имя иисуса христа аллилуйя нам нужно идти в учение мы говорим сегодня знаете о полном исцеление для всего человека и мы говорим о том что исцеление в искуплении бог сотворил человека духовно душевно физически и искупление должно быть тоже всех трех сфер его жизни нас нет времени чтобы касаться этих вещей более подробно дух душа тело у нас для этого есть целый курс новое творение быстрее всего что мы тоже к нему будем приходить однажды но сегодня просто как бы ограничиваюсь вот этим но словом которые нам нужно увидеть что грех и болезнь это два плода одного и того же дерева грех и болезнь всегда были вместе из-за греха человек был отлучен от бога из-за греха открыл место для поражения человеческого его тело его души и его духа и он начал принимать свою жизнь эти этот грех открыл двери для болезни грех и болезнь они все вместе давайте начнем читать из псалма 102 здесь псалом давида и это я бы сказал торжественная такая песнь давида которую он говорит сейчас для нас я верю что это благословение прослав душа моя господа все нутро моё слав его святое имя прослав душа моя господа и не забудь добрые дела его того кто прощает всю вину твою исцеляет все твои болезни прослав того кто смотрите две вещи прощая всю твою вину исцеляет все твои болезни кто избавляет от могилы твою жизнь и венчая тебя милостью и щедротами кто наполняет твою жизнь благами чтобы подобно орлу обновлялась твоя юность господь творит праведность и правосудие для всех угнетенных аллилуйя можно дальше стать чудесный псалом я мне нравится его перечитывать множество раз но я хочу чтобы ты обратил на это внимание что господь творит праведность и правосудие для всех угнетенных сандальный перевод звучит господь творит правду и суд всем обиженным я хочу чтобы ты правильно понимал этот текст и я хочу чтобы ты первый что ты взял для себя обрати на это особое внимание что господь за обиженных он за угнетенных он на их стороне из-за них он это сделал и я хочу чтобы просто действительно твое сердце она была как бы в понимании того что на самом деле но как бы вся юридическая система страны она построена на том что тебе нужна защита от юристов ну если ты где-то входишь какую-то тяжбу тебе нужна защита защита который бы ну за тебя заступалась весь закон моисея был построен о том что знаете вот к сожалению наша система судовая тоже построена на законе моисея или на системе моисея с на старом завете ну к сожалению око за око зуб за зуб это не новозаветие это старо завете не будем углубляться и просто я хочу коснуться этой темы чуть-чуть чуть-чуть бог представляет ну как бы правосудие для каждого кто угнетен и кто находится под давлением он твое правосудие он на твоей стороне он за тебя и я верю что это очень сильно почему потому что того кто прощает всю вину твою и исцеляет все твои болезни опять таки говорю о том что часто повторяю что давид пророчествует потому что в старом завете не было такого понимания как праведность как вечная праведность как прощает всю твою вину все твои беззакония то есть это было не что знаете такое очень радикально звучащие для людей периода моисея ну или школы моисея но давид сути высвобождает это как пророческое слово потому что он говорит об иисусе христе и мы же это понимаем что мы должны видеть в старом завете иисуса христа и его церковь если ты в чем-то не видишь иисуса христа и церковь втором завете ты не читаешь или ты не понимаешь того что ты читаешь везде должен быть образ иисуса христа или его церкви если этот образ от тебя сокрыт перечитывай это перечитывай просил святого духа и он покажет тебе там образ иисуса христа или его церкви и когда ты видишь этот образ тогда ты понимаешь завершенную работу иисуса и ты смотришь правильного фокуса на эту картину без этого понимания тебе будет сложно но свести вот эти края жизни духовные ты запутаешься у тебя будет бог страшный жесткий бог будет тебя просто такой которого надо бояться постоянно и ты будешь это делать постоянно тебе не надо этого бояться потому что настоящего бога отца явил нам иисус христос если вы хотите знать какой твой бог смотри какой твой иисус все если хочешь знать реакцию бога на те или другие поступки смотри реакцию иисуса на те и другие поступки потому что у посланник евреям писание говорит что он есть точная копия абсолютное подобие и отображение самой сути отца сын его то есть если вы хотите знать как выглядит бог смотрите как выглядит иисус и вы не промахнетесь потому что мы все открыл вам бога а иисус открыл вам отца и слава богу что мы не ученики моисея слава богу что мы ученики иисуса христа аллилуйя день апостолов 10 глава и здесь мы прочитаем давайте с 37 стиха там и 38 стих вы знаете о тех событиях 10 37 деяния которые происходили во все иудеи начиная от галилеи после крещения которые проповедовал иоанн о том как бог помазал духом святым и силою иисуса из назарета и он ходил совершая добрые дела и исцеляя всех кто был подконтролен дьяволу потому что с ним был бог бог помазал иисуса духом святыми силою и он ходил творят добрые дела и исцеляя освобождая всех кого дьявол держал в рабстве греха послушайте мы мы должны видеть в эту картину одновременно грех и болезнь они они находятся вместе они они действуют вместе и теперь послушайте для нас стало очень легко сегодня приходить к людям и говорить я хочу сказать тебе радостную весть иисус христос 2000 лет назад перед богом стал и взял на себя все твои грехи все твои беззакония которые ты сделал и он добровольно согласился умереть за эти грехи нам легко это говорить то есть мы в это верим но послушайте точно так как мы говорим что 2000 лет назад иисус умер за все твои грехи и он был наказан за все твои грехи за все грехи которые ты сделал до покаяния который ты сделал уже после покаяния до сегодня от сегодня и до того дня когда ты пойдешь на небо иисус заплатил за все эти грехи без исключения церкви часто легче учить что он умер только за те грехи которые ты сделал до покаяния пока пришел церковь но это не библейское учение потому что писание говорит за все грехи до после то есть он покрыл это все если он что-то не покрыл я говорю у тебя не хватит средств покрыть список будет тяжелым ты его не поднимешь во имя иисуса христа когда дух святой придет он обличит мир о грехе о правде и о суде о грехе единственном числе стоит что не веруют в единородного сына божьего то есть если ты не веруешь единородного сына божьего этот грех не пустит тебя прийти и быть свободным и прийти на небо но если ты веруешь что иисус христос есть сын божий который умер за твои грехи то он покрывает через эту жертву все что ты натворил за всю твою жизнь и вот тогда павлу они пишут так что павел из-за того что вот это произошло что начнем грешить теперь нам же теперь все покрыто он говорит нет вы не так поняли и он говорит вот по поводу того письма которые вы мне писали так что будем грешить я вам отвечаю нет понимаете да то есть ну и церковь должна с этим разобраться я говорю о теле христовом там где сегодня все еще существует от каламбур и люди пытаются обходить это почему потому что это очень неудобная тема как только сказать людям и большинство пасторов этого боятся сегодня религия боится этого если говорить открытым текстом что твои грехи прощены то религия боится что ты кинешься грешить сейчас а наоборот я буду грешить до тех пор пока я борюсь со грехом как только у меня убрать тяжесть вот этой борьбы мне нет надобности больше грешить апостол павел объясняет это целый семинар потратил там время нам халатом он пишет по поводу ну вот этой борьбы между между греховым греховным желанием и божьим желанием которые внутри тебя он говорит грех существовал от адама и до моисея но он не вменялся людям потому что закон его не активировал но когда пришел закон то он взял повод от заповеди и оживил грех во мне почему потому что когда не было закона запрещающего это делать то ты делаешь это и это не является грехом аллилуйя а закон это взял так что закон плохой нет закон добрый но вот это плохое что было у нас от адама она ожила через закон поэтому но у нас нет сегодня это время я не буду на это тратить время я хочу чтобы вы читали писание потому что вы через них думаете наследовать жизнь вечную поэтому я хочу чтобы правильно понимали иисус приобрел здоровье и исцеление для человека точно так же как он купил наше спасение от греха в одну ту же ходку он справился с одним из другим с одной из другой проблемой вот дай аминь вот без философии без всяких дальше распространений в этом в этом вопросе послушайте грех пришел в мир через адама ты стал грешным послушайте это очень важная истина мы на ней ну как бы на ней делаем акцент очень серьезно и нам нужно это посмотреть ну давайте в римлянам быстренько пойдем пятую главу потому что это фундамент фундамент того что дьявол пытается постоянно атаковать 512 послушайте грех вошел в мир через одного человека а с грехом смерть и таким образом все стали смертными потому что в нем все согрешили то есть смотрите вот что хочет религия что хочет дьявол дьявол хочет чтобы ты думал что ты становишься грешным с момента как ты сделал что-то неправильно или ты сделал грех описание говорит что ты стал грешным когда ты ничего не сделал но ты стал грешным из-за того наследия который ты получил природу адама вы слышите разницу то есть ты ты родился младенцем и ты уже грешник в лазах бога вы должны это понимать ничего не сделал религия говорит нет ты становишь ты остаешься безгрешным там до четырех лет пока у тебя не сработает сознание плохо хорошо и когда ты нарушаешь сознание вот тогда ты становишься грешным но это противоречит тому что здесь написано еще до того как был дан закон грех уже был в мире но грех не вменяется там где нет закона однако же от адама до моисея смерть уже царствовала и над теми кто не согрешил как адам приступил божий запрет адам каком-то смысле является прообразом того кто должен был прийти но 15 стих но дар благодати действует не так как преступление адама если множество людей умерло из-за согрешение 1 то тем более благодать божья и дар по благодати одного человека иисуса христа в изобилии даются многим последствия одного греха одного человека не могут даже сравниться с тем что дает этот дар суд за одно преступление повлек за собой осуждение а дар благодати принес оправдание от множества преступлений давайте вот буквально я просто объясню это я в какой-то сотый раз это я хочу об этом говорить потому что то есть фундамент вот где находится вот где вы из себя будете съедать если в твоей жизни нет библейское откровение о праведности который приходит исключительно по вере то каждое твое преступление не дочитал не домолился сказал что не так сделал что-то не так она будет тебя сгрызать и ты через некоторое время ты будешь считать себя я недостойный быть присутствии божьем я недостойный приходил эту церковь и дьявол через вот эти мысли он оградить тебя быть частью живого тела иисуса христа и ты будешь говорить как ну как тебя научил этот мир я буду в сердце верить богу у меня есть личные отношения с богом но мне стыдно приходить потому что потому что потому что потому что теперь послушайте дьяволу выгодно чтобы ты думал что ты грешник из-за того что ты делаешь грех но писание говорит что ты грешником и я стал грешником из-за того что я получил эту природу когда еще ничего не сделал я уже имея эту природу это был такой вопрос времени пока я начну делать неправильные вещи никто же не учат маленьких детей говорить неправду делать какие-то вещи неправильные они проявляются само собой почему потому что если ты пойдешь этой дорогой что ты грешный из-за того что ты сделал что-то неправильно то тогда и учение о праведности будет иметь такую же самую дорогу что ты станешь праведным только в том случае когда ты сделаешь все правильно вы поняли да то есть теперь мы мы ставим это все на свои места и писание говорит ты стал грешником как я стал грешником из-за того что адам согрешил и в нем пришла смерть в нашу жизнь но вот послушайте что он говорит последствия греха одного человека даже не могут быть сравнимы с тем что дает этот дар суд за одно преступление повлек за собой осуждение а дар благодати принес оправдание от множества преступлений то есть теперь иисус умер и он оправдал тебя и меня и когда я принимаю иисуса я принимаю его праведность но она еще не проявляется то есть я все еще промазываю я все еще чем-то не справляюсь но приняв иисуса я как водами в его теле я стал грешником так в теле иисуса христа или в жизни иисуса христа в его праведности я становлюсь абсолютной праведностью бога и бог на меня видит праведным и это такой вопрос времени когда вот это произойдет замещение и когда я начну жить свободе от греха как только по мере устранения от меня закон а я перестану тратить силу свою на борьбу с грехом а значит я приду к свободе и я буду ну как бы я буду неуязвим от греха вы понимаете то есть ну об этом нужно разбирать более подробно и дальше 17 стих это то что золотой наш стих как бы в нашем учении если из-за преступления всего лишь одного человека воцарилась смерть то тем более через одного человека иисуса христа будут царствовать и жить те кто принимает богатство благодати и дар праведности аллилуйя и ну 517 это золотой стих для нашего утверждения поэтому я хочу чтобы ты четко понимал что это и есть наше благословение это есть то что должно принести в тебя в твою жизнь правильную позицию и теперь следующий шаг который хочу сказать очень быстро потому что время летит и мне буду сейчас показывать на часы но 1 коринфянам 11 глава с 23 по 31 стихи вы помните этого причастие павел говорит я от самого господа принял то что вам передал и помните концовку то что там написано и нам нужно это читать потому что на самом деле хочу сделать это утверждение чтобы вы видели для себя как это работает 11 глава 1 послание коринфянам давайте я буду считать уже вот ну ту вот то обвинение 100 павел потом поднимает его хочу чтобы вы на это обратили внимание таким образом кто есть хлеб и лепет из чаши господней сандальный привод говорит недостойно некоторые перевели это в толкование своем что это люди недостойнее чтобы пить и есть эту чашу но речи не идет об этом в писании нет об этом речи но сама логика даже говорит о том что иисус говорит ну например 6 главе иван и ты она когда он учит подробно хлебе и а чаши и он объясняет что есть хлеб и что есть чаша то на самом деле писание учит нас все целостном если взять ну просто быстро сказать одной фразой что причастие для нас или евхаристии который мы совершаем это завершенная работа иисуса христа который помогает нам выжить за счет иисуса христа и 657 он говорит как я живу за счет отца или вот все что вы видели в моей жизни результат моего служения это не я это все благодаря моему отцу и дальше он говорит так и вы и отдущий меня жить будет за счет меня то есть писание не говорит о твоем или моем достоинстве наоборот писание говорит о том что благодаря евхаристии то есть завершенной работе из христа и причастию которые мы делаем мы получаем божественную возможность жить его жизнь за счет его силы за счет его победы которые он уже совершил нам это нужно понимать поэтому он говорит здесь кто если лепет от чаши газ господней не придавая этому должного значения вот истинное вот понимание этого слова не придавая этому должного значения тот грешит против тела и крови господа человек должен проверять себя не церковь не пастыр тебя проверяет человек должен проверять себя прежде чем есть хлеб и пить и чаши потому что каждый кто если лепет не осознавая значение тела господа тот если пьет в осуждение себе 30 стих потому-то среди вас так много физически слабых и больных а многие даже умерли послушайте это очень важно ты должен четко то понимать это должно быть твоей жизни если бы мы проверяли самих себя то избежали бы осуждение вкратце говорю очень кратце потому что но хочу обратить ваше внимание на самое главное писание говорит что если мы неправильно относимся того что есть евхаристия то есть завершенная работа иисуса то мы не получаем оттуда то какой смысл бог в это вложил то есть если мы не признаем что мы принимаем оттуда жизнь мы терпаем оттуда победу что чаша является свидетельством нашего права на благословение на успех на здоровье и так дальше вот почему вы вы неправильно к этому относитесь из-за этого вы и болеете и немышны и даже умираете а теперь вот вот самое главное в этом послании который хочу донести до вас вот из всего этого послания то есть если неправильно относиться причастию к евхристии это может привести человека к состоянию когда он продолжает болеть или страдать или умирать раньше времени а это значит что если правильно это делать то это будет приносить тебе здоровье крепость силу и долголетие вы понимаете вот главное месседж здесь в этом вот в этом отрывке то есть если неправильно делать то есть если не брать оттуда силу жизни победу иисуса то что он завершил на кресте если туда не брать оттуда то это приведет тебя к немощи болезни умирать раньше времени а если это принимать если это брать для себя если на этом ставить акцент то практически тогда я же могу получать исцеление почему то что в ранах иисуса я был исцелен а я же беру его тело в котором были раны его тело было преломлено для меня там есть жизнь я теперь вкушаю его не просто как обычную литургию и не обычно просто участвую еще в одной но скажем евхаристии а я принимаю непосредственно саму жизнь иисуса и он говорит едущий меня жить будет за счет меня у меня нет силы жить правильно у меня нет мудрости принимать правильное решение но когда я вкушаю причастие когда я беру это тело я беру его способность я беру его жизнь я беру его умения беру его здоровье и я принимаю это в себя я скажу 1 пуска церковь она так и жила перспуска церковь в этом ходила и первого ска церковь именно на этом и утверждала но большинство своих как бы доктрин учений и всего того что они делали во имя иисуса христа матфея 8 глава но давайте там 16 стиха матфея 8 вот мы касаемся иисуса его служение когда наступил вечер иисус привел много людей одержимых демонами к иисусу привели много людей одержимых демонами и он и знал духом словом и исцелил всех больных и это было исполнение слов про кайса и он взял наши немощи понес наши болезни и когда иисус увидел что вокруг него собралась большая толпа он велел ученикам переправить на другую сторону озера послушайте вот вот что писание говорит когда настал вечер к нему пришли и он и знал духом словом исцелил всех больных и дальше он переводит матфея он говорит это то что исайя сказал 53 главе что он взял на себя наши немощи понес наши болезни чтобы его ранах мы были исцелены 1 петра 224 помните дабы мы избавившись от грехов жили для правды или для праведности ранами его мы исцелились то есть мы говорим о теме между грехом и болезнью есть одно дерево одно дерево на котором они растут между ними есть связь грех порождает болезнь болезнь является следствием греха в эдеме люди не болели аллы дерево жизни несет исцеление иисус есть дерево жизни причастие это дерево жизни каждый раз когда ты прикасайся к причастию ты вкушаешь от дерева жизни он говорит ядущий меня не умрет а жить будет вовек аллилуйя мы должны это понимать потому что ну дьявол воюет против этого откровения это крови не является самым тяжелым для того чтобы скажем противостоять дьявол но если ты научишься стоять в этом ты будешь всегда победителем исайя 53 мы открываем очень быстро потому что здесь из та истина которой мы стоим он призренный отвергнут людьми человек скорбе из третьего стиха знакомый с недугом как тот от кого прячут лица он был презираем мы него что ставили его но он взял наши немощи понес наши скорби чтобы мы мы же думали разве его разит его бог бьет его и вот он и мучается а он был изранен за наши грехи сокрушаем за наше беззаконие он понес наказание чтобы мы получили мир и ранами его мы исцелились глагол завершенного действия прошедшего времени ранами его мы исцелились и это исайя говорит ну проси за 700 лет до рождества иисуса христа ранами его мы исцелились он высвобождает пророческое слово 1 петра 24 то же самое он и связан был за грехи наши чтобы мы избавившись от грехов жили для правды ранами его мы исцелились все мы были как овцы сбились пути каждый из нас пошел своей дорогой но на него господь возложил все грехи наши он был угнетаем и мучим но у своих не открывал как ягненок он был введен на заклание и как отца пристригущим безмолвно так и он не открывал своих уст он был взят от притеснения и отсюда кто может отказать о его потомках ведь он был отторгнут от земли живых за преступление моего народа был поражен могильную пещеру ему отвели из нечестивыми но в своей смерти он был с богатым хотя он не совершил греха но в устах его не было никакой лжи но господу было угодно сокрушить его и предать мучению и когда его жизнь станет приношением за грех он увидит свое потомство и продлить свои дни и преуспеет через него воля господня после страданий своих он увидит свет жизни и порадуется через познание его мой праведный слуга многих оправдает и понесет и грехи слушайте как как написано поэтому я дал ему удел с великими и добычу разделит он сильными потому что жизнь свою предал на смерть и был причислен к преступникам когда как он понес грех многих из-за преступников ходатайствовал аллилуйя послушайте на самом деле я хочу чтобы ты правильно увидел что вот здесь вот если у нас нет времени чтобы у скажем посмотреть на глубину этих слов там где апостол павел говорит в вернее пётр 2 24 когда он говорит там то слово исцелили здесь на греческом обозначает только физическое исцеление это не случайно потому что слово рафа в словаре стронга она обозначает как знаете наложить шоу вылечить вылечить причину для исцеления как врач тщательно ремонтирует делает цельным то есть это касается физического тела и когда мы говорим об этом в там 2390 слову греческом языке об исцелении это как физическая реставрация как восстановление то же самое что используется здесь петром когда он пишет эту и теперь послушайте в матфея 8 то что мы прочитали он говорит когда настал вечер к нему привели многих и он изгнал из них духом словом своих и через это исцелил всех от болезни вы знаете что часто с людей нужно изгнать просто дух немощи и этого достаточно даже не надо приказывать его телу стать здоровым потому что освобождаясь от греха или освобождаясь от угнетения нечистым духом человек становится здоровым то есть вы должны это понимать вы помните ну когда керри учил здесь он говорил что самый распространенный дух немощи он самый немощный он самый слабый его и знать может даже ребенок легко и просто во имя иисуса христа но многие христиане они не верят в существование нечистых духов для них это как мистика как сказка но я хочу чтобы правильно понимали дьявол знает когда мы используем слова когда мы его сами нарушаем нам нужно использовать слова для того чтобы доводить истину до реального результата и действия поэтому писание говорит что чтобы исполнилось писание чтобы исполнилось это писание он цитирует и он ссылается на 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 пророка и саю на 53 главу да сбудется речено через пророка и саю который говорит он взял на себя наши немощи и понес наши болезни чтобы его ранах мы уже были исцелены мы брат и моя сестра мне нравится это я поставил вокруг этого обращения но везде восклицательные знаки говорить что бог использует немощи и болезни чтобы научить нас чему-то равносильно тому чтобы сказать что болезнь это святой дух или что святой дух это дух немощи это близко к тому чтобы предоставить работу дьявола в качестве работы бога мой брат и моя сестра бог всегда враждовал с болезнью болезнь пришла из-за греха иисус пришел чтобы сразиться с грехом и сразиться с болезнью и в один раз когда он победил грех он победил и болезнь и болезнь была есть как и грех врагом богу они никогда не могут быть инструментом руках бога чтобы учить человека чему-то поэтому любой человек который пытается навязать вам доктрину что бог использует болезнь чтобы чему-то вас учить учит вас не писанию а учит вас лжи от дьявола еще раз говорю говорит что бог использовать немощи и болезни чтобы научить вас чему-то равносильно тому чтобы сказать что болезнь это дух святой или что святой дух это дух немощи это близко к тому чтобы предоставить работу дьявола в качестве работы бога мы четко знаем иисус пошел на крест он был вместо нас он был наказан чтобы дать нам свободу он взял на себя наши немощи и болезни чтобы дать нам здоровье исцеление он взял наше проклятие чтобы дать нам благословение он жил коротко что мы жили чтобы мы жили вечно он был отвергнут чтобы мы бры были приняты он был одинок чтобы поместить нас семью и так дальше мы все это говорим чтобы увидеть заместительную жертву иисус взял все то что было поломано чтобы дать нам все то чтобы возвратить нас исходную позицию эдемского сада и дать нам настоящее благословение давайте поднимемся скажем господь мы принимаем обилие благодати и дар праведности мы стали такими из-за твоей абсолютно воли которую ты имел к нам господь я знаю что я никогда не мог бы заслужить твоего прощения ли твоей милости но твоя великая любовь и твоя благость и твоя доброта совершили это для меня и я принимаю эту мою жизнь и я буду ходить благодаря твоей праведности и твоей благодати и это дар для меня абсолютно целостный дар для моей жизни я буду жить и царствовать благодаря иисусу христу я буду жить и ходить в этой победе и я не умру потому что иисус есть мой ответ я принимаю это благословение я буду ходить в этом благословение я буду провозглашать это благословение для всех народов во имя иисуса христа я благословляю твоих детей я благословляю твою святую церковь входить в эту полноту благословения и жить твоей славе во имя иисуса аминь воздай господу славу он достоин хвалы спасибо спасибо наш господь присядьте пожалуйста еще на пару минут всем добрый вечер и так нет никакого осуждения тем кто находится во христе иисусе тем кто находится во христе иисусе мы находимся в нем он в нас мы сокрыты в нем и нам нет никакого осуждения поэтому сделать я правило номер один я никогда больше не буду себя осуждать ни за что ну что если он не живет иисус нет никакого осуждения я не осуждаю себя если вдруг я что-то сделала не так или сделал не так окей договорились потому что что препятствует стопроцентному результату в исцелении вот есть же препятствия все-таки какие-то да мы говорим стопроцентное исцеление до 100 процентов мы берем сто процентов не 90 не 100 есть то что препятствует и одно из это самое главное это нужно восстановить нашу праведность наше правильное положение перед богом и тогда уже ничего не будет препятствовать твоей жизни чтобы сила текла и было исцеление сто процентов потому что само осуждение обвинение она всегда будет блокировать а будет не будет а будет сила течь не будет а хочет бог меня использовать а не хочет а если я сегодня неправильно подумал а еще если я согрешил как же она будет проявляться и течь через меня нет и эти мысли знаете они просто двоящиеся и вы сами через свои мысли блокируете эту силу он вас он живой и он хочет больше вас проявляться через вас поэтому нет никакого осуждения вот будьте сегодня свободны от всякого греха особенно осуждение обвинение себя за что-то что вы делаете неправильно если еще есть какой-то грех который препятствует будьте свободны это только еще пять минут осталось что вы были полностью свободны вашем разуме потому что папа на вас смотрит через призму христа вы идеальны вы чисты вы оправданы вас нет никакого порока никакого греха нет это еще в вашем разуме вы смотрите на себя через то что вы еще мыслите то что вы еще делаете но только осталось еще пять минут вы полностью свободны вы больше не сможете грешить потому что он вас вы не сможете больше кричать осуждать обвинять обижаться гневаться вы не сможете потому что он начинает вас возрастать и это потрясающе это потрясающе занять правильное положение перед богом знать я дитя бога живого я прихожу прямо сейчас без всякого препятствия к моему отцу небесному потому что иисус мне открыл дверь чтобы я прямо сейчас входил во святое святых знаете драгоценные каждый день каждый нужно работать над праведностью каждый день нужно говорить кто вы есть это не то что да ты получил откровение да ты получил откровение ты живешь ним ты ты проистекаешь но каждый день нужно заявлять о себе кто вы есть кто вы есть в нем и что вам полностью открыт доступ во святое святых и она прямо сейчас здесь на этом месте мы с вами оправданы мы его дети мы возлюбленные мы из серии священники мы те через которых бог ожидает ожидает могущественно могущественно действовать в силе духа святого это не вы хотите поверьте он больше вас этого желает поэтому не препятствуйте духу святому не препятствуйте этой силе течь вы оправданы вы купленный дорогой ценой это потрясающее это самое первое откровение которое должно жить в вашем сердце каждый день каждый день с этим просыпаться и с этим ложится спать просыпаться и с этим ложится спать нет никакого осуждения и я не имею права осуждать себя вот вы свободны и вы свободны и когда вы свободны тогда это сила вот что такое практическое служение мы входим в практическое служение когда вы свободны и тот иисус который внутри вас он легко легко начинает течь через ваши руки через ваши уста и и через ваши дела во имя иисуса христа аминь аминь прекрасное время прекрасное слово которое нужно слушать и еще раз слушать и еще раз утверждаться и утверждаться это не одним днем это процесс но мы с вами все здесь и сейчас и мы все входим в это действительно в эту благодать в эту свободу и еще больше чудес еще больше чудес и знамений будут сопровождать вас вы уже видите да кто практикует вы уже видите много чудес и знамений которые начали до сопровождать и еще больше еще больше славы еще больше чудес будет поэтому будьте благословенны спасибо всем тем кто зарегистрировался на всемирном сайте благодарность личная вам и всем тем кто пишет свидетельство божьей славы это обязательно для того чтобы получить сертификат да у нас осталось еще плюс минус где-то 67 занятий до конца техники божественного исцеления до курса этого поэтому вам нужно обязательно я уже не говорю регистрироваться игры писать свидетельства писать то что бог делать потому что если вы начали практиковать результат будет результат будет потому что папа больше вас заинтересован исцелять восстанавливать и освобождать своих детей и забирать их из лап дьявола во имя иисуса христа поэтому будьте благословенны кто пришел на молитву на молитву за исцеление за освобождение вы пройдете пожалуйста в комнату номер 7 направо еще раз направо там дальше будет проходить еще обучение дальше уже практическое обучение и все лидеры которые будут молиться мы встречаемся с вами в комнате номер 4 если вы приняли решение идти вместе с нами до джонджи лайк министре украина присоединяйтесь к нашей команде мы будем очень-очень рады поэтому если вы хотите присоединиться вы можете пройти в комнату номер 4 для практики или просто для нашего знакомства с вами будьте благословенны несите любовь свободу радость и благодать этому миру будьте благословенны ясляю Heritage ясляюults ясляю 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 Продолжение следует...